Новость о праве бесплатного проезда в столичном транспорте коснется почти полутора миллионов жителей Подмосковья. В самое ближайшее время у них появится настоящая свобода передвижения. В дополнение к уже ранее заявленной новости с 1 августа бесплатный проезд жителей Московской области на пригородном железнодорожном транспорте, с 1 сентября будет введена дополнительная мера. Бесплатный проезд на общественном транспорте города Москвы для жителей Московской области старше 60 лет. Предложение о льготном проезде в Москве инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева. Реализация проекта требует значительных финансовых затрат, но она крайне необходима. Это было непростое решение. Часть моих коллег в правительстве возражали и до сих пор возражают. Но я принимаю решение. Мы должны слышать, что ждут от нас люди. И люди рады быть услышанными. Теперь пенсионер может, не задумываясь о финансовой стороне вопроса, свободно передвигаться по столице, навещать своих друзей, родственников, посещать самые разнообразные мероприятия, которыми так богата Москва. Это очень радостно, хорошо, потому что мы ведь пенсионеры не только болеем, но мы и хотим отдохнуть. Мы ездим на какие-то мероприятия. То есть жизнь продолжается. Пенсионеры с удовольствием будут посещать театр, музеи, культурные центры города Москвы. И при этом они затрачивают больших расходов. Наверное, станут чаще ездить. Даже вот, например, в центр отдохнуть, погулять. Ну а что же, не каждый может себе это сейчас далеко позволить. Я считаю, что это правильно, потому что очень многие жители области ездят в Москву по разным проблемам. Я считаю, что они этого заслужили. По метро часто езжу. Поэтому рада, конечно. Может, будете теперь ездить чаще? Ну, по возможности. Я еще пока работаю. Будет свободное время, буду чаще ездить. Может быть, театр куда-то там почаще выезжать, музеи. Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам не нужно никуда идти и что-либо менять в документах. Как нас заверили в Ленинском отделении Фонда социальной защиты населения, все необходимые дополнения будут сделаны автоматически. Массового перевыпуска карт не будет. То есть никуда льготникам обращаться за перевыпуском карты, чтобы там открылась Москва, как мы говорим в просторечии. Такого не надо будет делать. Предполагаем, что приложение, вот это бесплатный проезд на Москве, в уже имеющихся картах будет открыт на терминалах города Москвы. Распространяется льгота на все виды перевозок. На автобус, трамвай, троллейбус и, конечно, метро. В том числе и московскую монорельцевую дорогу. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.